Всем привет, друзья! Сегодня хочу с вами поделиться вот такой замечательной заготовочкой томатов в собственном соку. Томаты получаются по вкусу как свежие, так как сюда не добавляется ни соль, ни уксус и никакие другие специи. Поэтому, если вам интересен такой рецепт, продолжайте смотреть видео дальше. Для этой заготовки я выбрала томаты сорта Кенисберг. Это плотная сладкая сливка с тонкой кожицей. Заготовку делаю не первый раз уже. В прошлом году я испытала ее, делала из розовых и из красных томатов. Но из красных мне понравилось больше, так как красные томаты более плотнее и они не разлазятся, так как розовые. Томаты нужно нарезать небольшими кусочками. Я разрезаю томат на две части, потом еще на две и режу на 6 кусочков. Вот такого размера кусочки примерно, чтобы взять один кусочек и положить в рот. Буду делать небольшими партиями по 4,5 литровых баночки. Дальше помидорки ставим на огонь, на небольшой, чтобы они пустили сок. И аккуратненько, аккуратненько перемешиваем, чтобы не превратить их в кашу. Помидоры должны равномерно прогреться. Кстати, этот рецепт можно делать как со стерилизацией, можно без. Но, почитав отзывы об этом рецепте, я решила делать со стерилизацией. Также я делала в прошлом году, чтобы уже наверняка в банке стояли, не постреляли и ничего не произошло. Баночки после стерилизации стояли отлично. Для лучшего прогрева я решила пересыпать помидорки в эту большую кастрюлю, чтобы меньше их мешать. Хотя я в ней планирую еще стерилизовать баночки. Но ничего страшного, нагрею воду в другой кастрюле. Все, ставим на огонь. Накрываю крышкой, чтобы лучше прогревалось. Смотрите, сколько сока пустили томатики. Огонь я прикрутила на минимум. Сейчас мои крышечки прокипятятся. Я буду разлаживать все по стерильным банкам и ставить на стерилизацию. Стерилизую баночки 5 минут после закипания. Первая партия у меня 4 баночки уже закатана. А эта вторая партия. Я решила проэкспериментировать и наложила в баночки сырые помидоры. Сейчас добавлю вот этого сока из них, который остался в кастрюле. И поставлю на стерилизацию минут на 20, может быть 30. Посмотрю, что получится. Может быть так кусочки будут целее, но главное, чтобы они хорошо стояли зимой. О том, будут они стоять зимой или не будут, я все напишу в описании под этим видео. Смотрите, воды я налила выше, чем по плечике, чтобы томаты в банках хорошо прогрелись. Баночки простерилизовались уже 30 минут. Сейчас покажу, что получается. Помидорки пустили сок, но сверху они недостаточно прогрелись, на мой взгляд. Поэтому я сейчас буду баночки выкупоривать, переворачивать и укутывать. Вот так вот две порции я укутываю в кожушок такой. Это жилетка старая, меховая. Вторую порцию, которая просто стерилизовалась, я перевернула для лучшего прогрева верхнего слоя. Ну и давайте посмотрим, что же в итоге у меня получилось. Вот эти вот четыре баночки, это те, которые я сначала проварила 5 минут и потом 5 минут простерилизовала. А вот эти четыре баночки, которые у меня просто стерилизовались в течение 30 минут. Смотрите, какой здесь сок, такой светлый, без красного. Кусочки более целые получились, они хорошо прогрелись. Потом, когда я их укутала, прогрелись полностью, даже верхние. Но кусочки видно лучше, целостность. Вот, смотрите. В этих баночках получается сока больше красненького такого. И кусочки более такие мягкие, более разваристые. Ну, это я их еще немножко, конечно, передержала, потому что подготавливала вторую партию. Поэтому смотрите сами, какие вам больше нравятся. Вообще, очень удобно. Открыл баночку или в соус какой-то к спагеттям или к каше. Сделал, стушив с овощами. Или в борщик добавить свежие помидорчики. Можно, конечно, замороженные, а можно вот такие прямо из баночки. Можно яичницу пожарить кусочками. Вот таких помидорок. Очень удобно и вкусно. Я в прошлом году делала, мне понравилось. И вот я повторяю и делюсь с вами рецептом. Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать, как вам нравится или не нравится такой вид заготовки томатов. Томаты в собственном соку. Всем пока и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok